Всем привет! Делаю тумбочку. Вот сейчас собираюсь клеить каркас. Похожего плана тумбу я уже показывал на своем канале. Ссылку я оставлю в описании к ролику, но получил я изрядное количество комментариев, которые мне дали понять то, что многие вообще не представляют, как правильно склеивать древесину. Но опять же, YouTube я смотрю, тоже иногда диву даюсь. В книжках особо про это не написано. Я имею ввиду про вот эти вот правила простым языком. Там идет как-то все очень сложно, мутно. Я постараюсь все это объяснить очень быстро, понятно и просто. Правила склейки древесины, которые нужны каждому, кто занимается работой с деревом. Смотрите, дерево это не полимер. Свойства вот этого бруска очень сильно изменяются от направления, в котором мы будем рассматривать. Значит, вот этот брусок, что для нас важно знать, он имеет тенденцию к тому, чтобы расширяться и усыхать. Опять же, он хочет распрямиться, но тут не очень хорошо видно, да? Он хочет распрямиться в направлении годовых колец. Значит, и как его склеивать можно, учитывая вот эти вот особенности. Если мы вот так вот склеиваем, все будет прекрасно. Ну, если поверхности, конечно, прифугованы, все тут хорошо подходит друг к другу, все прекрасно будет склеено. Когда мы будем разрывать, у нас порвется не по шву клеевому, а по дереву будут вырваны волокна. Вот так вот, когда склеиваем, тоже все у нас прекрасно. Когда мы тоже будем это все отдирать, у нас, скорее всего, отойдет кусок вот этого бруска, именно по древесине, а не по клеевому шву. Когда мы начинаем клеить крест-накрест, тут уже возникает вопрос. Понятно, что вот это вот будет гулять туда-сюда, вот это вот будет гулять туда-сюда, но гуляет оно, вообще говоря, в небольших масштабах. Поэтому, как правило, склеивают не больше 80 миллиметров. Вот 80 миллиметров по ширине я имею в виду, это тот максимум, на который надо вот просто обычному человеку, который работает с деревом, ориентироваться. Если надо склеить что-то больше вдруг, но это уже как бы и не очень хорошо, что-то больше, больше 80 лучше, ну, вот так вот не клеить. В общем, если надо что-то склеить больше, то берут и делают, ну, шипы, здесь вот это, получается, вставные шипы или чужие шипы, но точно так же делают там двойной шип, именно по вот этой вот причине, что если сделать одинарный шип очень широкий, он рано или поздно разболтается, потому что будет гулять. Вот эти вот, они будут как бы держаться все крепче, несмотря на то, что вот этот вот будет немножко вот так вот гулять по сезону. Ну, они будут там немножко себе шевелиться, как бы, но клеевой шов не сильно порвется. Теперь переходим к самому плохому соединению. Вот так вот клеить нельзя вообще, вот вообще нельзя клеить. Вот так вот клеят рамки на ус, там похожее соединение, но там вот эта вот склейка нужна, чтобы она дожила до того момента, чтобы ее можно было как-то укрепить. Там, если на ус мы клеим, либо шпонкой, либо там вот эти вот есть ласточки Хоффмана, ну, если совсем, как бы, халтура, можно скоб набить. В общем, каким бы клеем, как бы вам не рассказывали о замечательных клеях, я уже видел, по-моему, и Тайтбан специально для торцевой склейки. Если вы вот так вот склеите эпоксидом, пуром, жидкими гвоздями, навороченным Тайтбондом, именно для вот этой вот склейки, будете вы два раза мазать. То есть некоторые говорят, давайте вот один раз тут намажем, подождем, пока высохнет, потом второй раз намажем, потом все это вот так вот, хоп, ничего у нас не выйдет. Если вы посмотрите, вот есть фрезы для сращивания брусков, ну, там же вот такая вот, типа елочки, получается, входит, и все равно там площадь склейки идет не по торцевым волокнам, там получается все равно, ну, такой микроаналог, только этих шипов очень много вот такого вот соединения. И это, в общем-то, все, что надо знать про склейку. То есть вот как бы, ну, на мой взгляд, если вы не реставратор, там просто вот работаете с деревом. В книжках там напишут много разного непонятного. То есть все, вот, повторим. Вот так вот клеить можно, вот так вот клеить можно. Накрест смотрим, чтобы у нас ширина была не больше 80 мм. Вот так вот, или еще как-нибудь по торцам, я имею в виду там, ну, под 45 градусов, если это все запилить. Все это клеим до того, как мы укрепим каким-нибудь другим способом, потому что все вот это вот, оно не держит. И не верьте никаким рекламам. Все, теперь переходим уже к каркасу тумбочки. И тут я объясню, как, чего, почему и за счет чего держится этот каркас. Склеил я раму. Рама собрана на вот таких вот доминошках. Смотрите, вот тут держится оно все хорошо. Тут все по направлению волокон. Тут клеится вот с этой вот деталью доминошка крест-накрест, но ее ширина тут очень небольшая. Как бы держит она хорошо. Теперь вот эту вот раму я должен приклеить к боковинкам. И вот там вот у меня сидит доминошка, если видно. И заходит она вот так вот. То есть тут получается у меня крест-накрест. Держаться будет хорошо, потому что она немножко не широкая. И вот здесь вот, когда заходит в боковинку, тоже получается склейка идет крест-накрест. Волокна склеиваются. Тоже тут ширина. Все будет держаться хорошо. Опять же, когда вот эта вот поверхность приклеится к этой, здесь будет обязательно клей. Все будет держаться прекрасно, как бы на гладкую фугу. Что мне писали в комментариях? Что раму вот эту вот делать не надо. Можно взять просто вот брусок, рейку нужной ширины и просто вот сюда вот присобачить на доминошке. Как все это бы склеивалось? Ну, вот тут вот, вот тут вот в эту деталь доминошка вклеилась бы очень хорошо, потому что направление волокон тут совпадает. А вот тут вот, когда в эту стойку войдет доминошка, вот так вот у нас получается что? Склейка с торцом. Ну, вот возьмите вы любой брусок. Вот сюда вот приклейте, вот так вот. И что это будет? Это будет ерунда. Раньше, когда клея были, скажем так, гораздо похуже, здесь вот делали ласточкин хвост. Точнее не здесь, вот снизу делали ласточкин хвост. И как бы все это дело механически крепилось. Ну, теперь делать такое соединение, как бы можно. Я тоже показывал на своем канале. Есть как каркас собирать на ласточкины хвосты. Ну, как бы вот для тумбочки я не вижу, что это довольно трудоемко. Предмет такой простой, как бы заморачиваться не хочется. Можно было бы, если бы толщина вот этой вот дощечки была побольше, вклеить доминошку вот так вот. И тогда бы это держалось уже гораздо получше, допустим. Две доминошки вклеить. Если они, ну, хорошо подходят по размеру, ну, в смысле не прослаблены, то у нас тут будет склейка здесь все хорошо. Здесь будет крест-накрест, тоже вот волокна, будет держаться все это дело. Но тут, видите, как бы толщина самой вот этой вот дощечки, она ненамного превышает доминошку. Поэтому делать так я большого смысла не вижу. А вот так вот, за счет того, что сделана рама, у нас что получается? У нас вот эти вот детали держатся с этим за счет доминошек очень хорошо. И получается, что вот эта вот вся рама держится, в общем-то, вот отсюда досюда очень хорошо. Вот эти вот торцы, они в принципе никак не держатся. Ну, то есть я клей это сюда намажу, но рассчитывать на то, что оно будет как-то держать, я не буду. Поэтому, ну, вот эти вот доминошки, они у меня больше для позиционирования, нежели для прочности. Но, в принципе, они тоже сделаны так, что они тоже держат. Ну, в общем-то, на этом про склейку все. Про конструкцию вот этого каркаса тоже. У меня огромная просьба, не пишите мне, что существует какой-то клей, который способен вот так вот два брусочка склеить, или рамку можно собрать на ус, на какой-то хитрый клей, ничем не усиливая. Я все равно не поверю. Так, в описании к ролику будет ссылка на два видео по конструкциям каркаса. Один, ну, вот более подробно, наверное, расписано, как я делал, вот такого плана тумбу. И еще один ролик будет, где я собирал все это дело на ласточкины хвосты. В общем, кому интересно, можно посмотреть. На этом все. Спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok